МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире военная программа, и я ее ведущий Александр Сладков. В первое кругосветное плавание наши моряки отправились в 1803 году под руководством капитан-лейтенантов Лисянского и Крузенштерна. Позже, в 19 веке, россияне совершили уже более 50 подобных экспедиций. Ни одна держава мира такого себе позволить в то время не могла. И сейчас мы лидируем. Наши парусники Надежда, Паллада и Крузенштерн за 20 лет совершили 5 кругосветных плаваний. И снова ни одна морская держава не может повторить такого результата. А Барк Седов, по сути, укрепляет наши лидирующие позиции. Он совершает кругосветное путешествие по тому же маршруту, по которому шли наши русские моряки 200 лет назад. Барк Седов отходит от причала самого южного города Земли. Местные жители говорят о нем Финдельмунда, по-испански конец Земли. Хотя есть и официальное название – Ушуайя. Этот город – столица аргентинской провинции Огненная Земля. В Европе осень, здесь в Южной Америке весна. Народу мало, но через несколько месяцев эти места заполнятся туристами. Марш прощания славянки гремит на весь порт. Такова традиция. Каждый раз парусник выходит в море под эту музыку. Скромно все. Полгода назад были совсем другие проводы. Седов покидал Санкт-Петербург. Вот это был праздник. Впереди 30 портов, 4 континента, 45 тысяч морских миль по трем океанам. И если все будет по плану, через 14 месяцев БАРК вновь пришвартуется в Питере. Боечка вперед! Главное действующее лицо – Николай Зорченко, капитан парусника. На его счету уже три кругосветки. У Седова это первое. 91 год кораблю. То, что он крепкий, то, что он надежный, то, что он подготовлен к океанским плаваниям, начиная с момента своей постройки, это, в общем-то, не поддается никакому сомнению. Но то, что он много-много лет работал, скажем так, по замкнутому бассейну, хотя мы выходили в Атлантический океан, даже в прошлом году мы были, например, на Канарских островах, это одно. Но то, что, наконец-то, Седов пошел в кругосветное плавание, экипаж этого события ждал, ну, наверное, лет 20. Экипаж – опытные моряки. Николай Козлов, стаж 40 лет, старший боцман и архивариус. Это можно назвать вашим рабочим кабинетом? В какой-то мере, да. Много старых документов. Вот газетные вырезки, то же самое. В разные годы. Архив берет начало с 21-го года, прошлого века, когда Барк сошел со стапелей верфи Круппа в германском Килле. Барышник назвали Магдалена Вина. Барк перевозил грузы из Европы в Америку и обратно. 30-е судно переименовали Комодор Йонсен. После войны Барк был передан Советскому Союзу и переименован в честь российского полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова. Есть вот книжка мореходная немецкого моряка, которая здесь, когда судно было еще немецким, Комодор Йонсен. Вот немецкая книга со штампами со всеми. Книжка моряка. И вот здесь штамп есть, когда он был в рейсе. С 1844-го, с 1844-го, по 1929-го, 1445-го года. Так как я занимаюсь архивом, многие передают, ну как просто, просто приезжают, всем же интересна история корабля. И интересно, чтобы как-то сохранить ее, эту историю. Вот, и у кого есть экспонаты, которые связаны с этой историей, люди, которые прожили здесь, вот уже их потомки передают просто сюда. В середине 60-х парусные суда вывели из состава военно-морского флота. Если б не Минрыбхоз СССР, Барка уже и в помине не было. Сегодня Седов принадлежит Росрыболовству. Это не блажь. Такой школы, как на паруснике, на обычном пароходе не пройдешь. Есть море, есть физика моря, есть гидродинамика моря, которую надо не просто по книжкам взять, ее надо прочувствовать. Вот когда в мокрых штанах поднимаешься на матч, чувствуешь, что ты в море. Хотя в мокрые штаны можно и в другом месте их пронести на себе. И так далее. Но это совсем другой будет случай. И вот чтобы воспитать моряка, это примерно тот же самый случай. Вот если засохой тракторист походит, это будет нормальным трактористом, потому что ему не захочется засохой ходить. И для него трактор это прям что-то, что-то, что-то. Точно так же для современного моряка, который поймет море, поймет какой труд в море. И потом для него даже на лодке, на корабле, на промысловом судне работать гораздо проще после вот этой вот практики. Это карта акватории у мыса Горн. Крайняя точка архипелага Огненная Земля. Мы насчитали на ней 147 затонувших кораблей. И Седову предстоит здесь пройти. В 19 веке для моряков это место было роковым. Парусники классировали между Южной Америкой и Европой. Конкуренция, кто быстрее. Вот и ставили паруса в шквальный ветер. А это смертельный риск. Как сказали когда-то, значит, из года в 365 дней 240 дней здесь ревут шторма, а остальные 20 дней хорошие дожди. Вот примерно что такое мыс Горн. И его обойти никак нельзя было, особенно до открытия Панамского канала. И редко кто задерживался на нем. Одна мысль, как можно быстрее проскочить это место. Пролив Бигля. Пока тихо и солнечно. Удивительно. Прям курорт. Седов заходит в территориальные воды Чили. Встречает военный катер. Лодцмены чилийских ВМФ намерены провести парк по коварным проливам огненной земли. А это, кстати, и наглядный пример беспечности. Судно врезалось в подводную скалу. Свои услуги российскому паруснику чилийцы оказывают бесплатно. И это маленькая демонстрация отношения к России. Жест доброй воли чилийских военно-морских сил. Думаю, за этим, конечно, последует улучшение наших двухсторонних отношений и на уровне военно-морских сил российского военно-морского флота и чилийского и межгосударственных отношений тоже нормально развивается и так далее. Есть саркастическое выражение «Знаем, плавали!» Намек на чью-то некомпетентность. Действительно, любой моряк поправит. Плавает, знаешь что? В проруби. Суда ходят. А ведь раньше под парусами действительно плавали. Ходить начали после появления двигателя крутящего грибной винт. Есть термин «шаг винта». Отсюда и выражение «ходить по морю, а не плавать». Но есть погода, ветра не дождешься. Выручает дизель. Вот и сейчас Седов идет без парусов. Хозяйство Сергея Берездика. Машинное отделение. Три этажа грохочущих механизмов. Сергей Иванович на Седове восьмой год. Его забота не только ход парусника на моторе. Электроэнергия, вентиляция, канализация. В общем, все жизнеобеспечение. Взять хотя бы опреснение воды. Агрегат выдает 750 литров питьевой воды в час. То есть 18 тонн в день. Хватает. Перебоев нет. Горячую воду на паруснике, как в Москве, не отключают. Мы спросили у Березняка. Там наверху, под парусами, романтика, простор. А здесь незаметная возня с железками, без аплодисментов. Не обидно? Нет. Это показатель работы машины. Чем меньше машину дергают и обращают внимание, тем машина лучше работает. Все. Ежели не слышно и не видно все в работе, машина в рабочем состоянии. Все. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! С днем рождения! С днем рождения! Отписан всего нашего хрустанского состава поздравляем вас с днем рождения, желаем счастья, удачи, здоровья, быть таким же жизнерадостным. Спасибо, друзья мои. Спасибо. Женая в проливе Дрейка, да? Евгений Ищенков, 30 лет на барке Седов. Первый раз в боли! И тут не совпадение, а прям подарок. День рождения на подходе к мысу Горн. Будет, что отмечать. Повезло. Я так еще смотрел по плану, когда мне день рождения, смотрю, ушла и не попадает. Вот. И по выходу. Он не думал, что мы на мысе Горн. Я думал, что там океане будет. Так что, мне повезло. Боцман на Седове. Особая персона. Мало быть хорошим моряком, нужен еще и педагогический талант. Один там филон, допустим, надо как-то построже. Другой такой рвется в бой постоянно. Все люди разные, все есть, конечно, да. Каждому свой подход. Кому строже, кому помягче, кому, скажем так, внушение такое сделать надо. Но в основном сейчас ребята в небо пались очень хорошие. На Седове туристов нет. Или экипаж, или учащиеся курсанты. Но есть еще одна категория. Триенизы. По-русски практиканты. В основном немцы. Мужчины или женщины. Средний возраст лет 55. Учатся наравне с курсантами. И платят за это деньги. Вот, например, дама в красном комбинезоне. О, триенизы – это наша песня. Для начала это значит люди, которые искренне влюблены в море, в морскую стихию, в романтику и так далее. Ну, представьте, заставить человека заплатить деньги, чтобы испытать трудности. Конечно, люди ходят в горы. Это для меня тоже непонятно. Ну, кажется, есть равнина, есть речка, рыбалка, там еще что-то есть, зайца погонять по лесу. А тут люди платят деньги вполне приличные, чтобы их покачало, чтобы они походили мокрыми по палубе, чтобы они начинали что-то делать, помогать нам и так далее. Стоп-так! Бабра-брасно брать! Тренис из Германии вот эта женщина в светлой куртке. Сибилла Ом из Кёльна. Команда по праву считает ее ветераном Барка. Впервые она поднялась на его борт 22 года назад. И с тех пор Сибилла приезжает на Седов раз в год, иногда и дважды. Барса-брасы! Это как возвращение домой, в большую семью. Ты все время на судне. Сидишь в кубрике и общаешься. Говоришь о Боге, мире, жизни, о море и о Седове. Это судно, крупнейшее, быстрейшее, забавнейшее, счастливейшее. Оно самое лучшее в мире. Сибилла Настоящий Матрос. Говорит, самые ее любимые команды, когда идет работа с парусами. Хорошо. Поставить паруса. Определенных команд нет. Нет команд, которые мне бы нравились больше или меньше. Мне нравятся все команды, которые я должна делать для постановки парусов. Спасибо. Парусный аврал. Вот так. Его величество, парусный аврал. Стоит ветру поменяться, тут же команда приготовится к парусному авралу. День, ночь, разницы нет. Все. Боцманы, матросы, курсанты бегом к мачтам. Или ставят паруса, или поворачивают, либо скатывают. Чем быстрее, тем лучше. С ветром не шутят. Я вот до Седова это слово аврал, но я его слышал пару раз. Значей не придавал. Ну, только здесь уже понял. Особенно, что такое парусный аврал. И посреди ночи, и посреди дня. Любое время дня и ночи. Ну, с другой стороны, поначалу, да, это очень надоедало, изматывало, а сейчас это скорее даже не в тягость, а в радость. Тем более, то, что можно поползать по матчам, то все. Это интересно на самом деле. 130 человек, как штыки, стоят вон уже каждый у своей матча, ждут дальнейшую команду. Пошел отдавать там паруса такие-таки-то, и народ пошел. К этому времени кому надо включили освещение. В общем-то, это нормальная будничная работа большого количества людей. Слышите, как свистит ветер в снастях? Вот она, романтика. А если ближе стоишь на палубе, дух захватывает. Нижняя рея 16 метров от уровня моря. Шестой этаж. Верхняя 55 метров. Небоскреб. Да еще надо забраться по вантам на такую высоту. Ну, бывают такие моменты, когда матч-то скользкая, и ты уже, вот тебе говорят спускаться. Вот у меня был такой момент. Ну, ты ремень отсыпляешь, а там неудобно иногда слезать бывает. И нога аж соскальзывает, и вот туда куда-то, там чуть ли не вниз. Но у тебя руки, главное, за что-нибудь взяться покрепче. Бывают такие моменты, конечно, да, страшно. Или когда там ветер сильный, вот аж, ну, все когда залазят ванты, аж начинают вот так вот трястись. Да, бывает страшно. Ну, а так уже вроде как более-менее к этому привык. Есть пословица. Капитан на паруснике, второй после бога. Николай Зорченко, тот самый капитан. 200 человек на барке. Каждого знает по имени и в лицо. 41 год на флоте. Из них 19 на учебных парусных судах. Сама по себе вот жизнь учебного корабля, она разительно отличается от всего другого. И здесь еще чем интересно, я думаю, тут каждый командир скажет, что опыт каждого из нас, вахтенного помощника, даже третьего, четвертого помощника, он востребован. Его надо все свои знания, все, что я знаю, умею, понимаю, я тут же передаю, и это воспринимается правильно. И вот один из самых важных пунктов кругосветки. Мыс Горн. Самая южная точка архипелага Огненная Земля. Да, возможно, разочарование. А где свирепый шторм? Где беспощадные шквалы ветра? Арубе! Мыс Горн. Можно всю жизнь провести под парусом, считать себя опытным моряком, но если ты добрался сюда, это особый пункт твоей морской биографии. Ну, обойти такое место, побывать в проливе Дрейк, а тут же еще и Антарктида рядом. Америка, Атлантика, Тихий океан и Антарктида. И тут такой клубок. Я думаю, что это утверждение верно. У нас в России многие артисты и шоумены прокалывают ухо, надевают серьгу. Вроде как по мужеству не выглядят в своих глазах. У моряков для такого атрибута есть основания. Ну, серьгу ставят вроде как за пересечение экватора, ну, а также за мыс Горн. Ну, это считается как кладбищем кораблей, самая опасная точка пролива Дрейка. Обычно она там, как много штормов, и поэтому, пройдя это, ну, ты получаешь разрешение провести серьгу, типа, вот я герой. Погода благоприятствовала. Барк невозмутимо фланировал мимо мыса Горн, расходясь с ним то правым, то левым бортами. Мыс Горн сдался без боя. И Седов взял курс на чилийский порт Вальпараиса. Парусник – показатель состоятельности государства. То есть, если оно имеет возможность содержать большие, дорогие учебные парусные суда, значит, оно имеет возможность содержать и мощный военный флот. Если нет, то желание иметь флот остается всего лишь желанием. Во всяком случае, так утверждают опытные моряки. Я, Александр Сладков, прощаюсь с вами. Через неделю в нашей программе. Продолжение удивительного путешествия под парусами. Парк Седов в Южной Америке. Кусочек живой России. Пришел яркий, нарядный, красивый, известный, тем более кругосветное плавание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова